Друзья, в интернете наткнулся вот на такую статейку. Она не новая, в конце 2017 года, но интересная все равно информация. Что здесь пишут в этой статье? Все как обычно. Двоеточие. Правительству не нравятся зарубежные онлайн покупки. Клиенты, задешево берущие там товары, не платят никаких дополнительных налогов в бюджет. С 2014 года идет активное жесточение правил и постоянно оговаривается в введении пошлин. Бла-бла-бла. Ну, в общем, пишут 420 миллиардов мимо российской казны. И есть такой Алексей Федоров, глава ассоциации какой-то АКИД. Значит, объединявший крупнейший интернет-магазин российский, лоббирующий интересы, пишет. Или заявляет, в общем. Покупая на Алиэкспресс, вы, по сути, совершаете кражу. Ну, отмочил. Ну, вообще. Беспошлиный. Внизу дальше читаю. Налог на покупки иностранных интернет-магазинов. Кто не знает, вот сейчас составляет 1000 евро. Или 31 килограмм. Теперь таможни будет проще отслеживать. Не превышает ли этот лимит. В ЭТС заявляет новую требование снизить риски ввоза на подставных лиц. Новый порядок будет тестироваться с 7 декабря. Ну, в общем, все это дело ввели по ходу дела. И новый порядок, вот смотрите. Значит, будет какие-то ННН сведения, стоимость, вес. И все это в какую-то базу будет забивать. В общем, на каждого человека будет досье. Превысил 1000 долларов, не превысил 1000 долларов. Сразу придет, значит, вам налог. Из любимой налоговой службы. Ну, а придет он уже с просроченными. Там, как обычно, по срокам. А протестовать вы ничего не сможете. Сразу приставы, сразу арест ваших денег на вашем счету. Ну, то есть, это быстро. А может быть, даже и будет какой-то... Успеют они впендюрить за это время вам штрафные санкции, которые будут даже превышать налог. Ну, в общем, это они умеют делать. Это у них лучше получается всего. Ну, вот такая статья. Кто не в курсе, да? Имейте в виду. 1000 долларов или 31 килограмм на человека. Но вот этот тоже вот у меня вот человек, вот, Алексей Федоров, глава ассоциации, покупая на Алиэкспресс, вы, по сути, совершаете кражу. Ну, отмочил. А ты не путай свою личную шерсть с государственной. Политично рассуждаешь, а политично рассуждаешь, клянусь. А вообще, я зашел в интернет, знаете, что меня интересует? Вот такая вот фигня, сейчас я вам покажу. Так, это не та фигня, и это не та фигня. А, ну, какая разница, та, не та. Вот смотрите. Например, например, я сейчас вам покажу. Например, неважно, любая покупка, не знаю, у вас такой есть или нет, но вот я хочу, может, кто-то мне подскажет, это баг, стоит ли писать на Алиэкспресс, там, письмо, или это с моим браузером какая-то проблема. Вот смотрите, допустим, вот, недорогая цепочка там копеечная, не суть. Стоит 50 рублей, да, видим. 50 рублей, ну, это и не деньги. Спичка, коробок спичек. И, допустим, ну, ладно, выбираем, как обоих, что мы покупаем. Вот. 20, 22 инчи выбрали. 50 рублей. Вот это обратите вот сюда внимание. 50 рублей, бесплатная доставка. Больше я никуда не нажимаю. Теперь, ёлки-палки, хочу 5 штук купить. О, было 50, стало 162. Цена как за 3 цепочки. В 3 раза увеличилась. Я только всего лишь нажал кнопку количество. При этом цена в 3 раза скакнула. По идее, это логичнее в 2 раза. И доставка, значит, 60 рублей в Российскую Федерацию. Смотрим, какие ещё нам предлагают доставки. А никаких бесплатных нет. Всё. То есть, встряли. Или одну купили, бесплатная доставка. Или вообще ни одной. Или платите вот за доставку в Российскую Федерацию. Служба Алиэкспресс. Савинт Шоппинг. Вот такое, значит, видео. И я бы сказал, даже информативное. И в конце у меня вот такой вопросик. Ребята, если что, скажите, что мне с этим делать? Что делать, Инка, что делать? Сухари сушить. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь. Тут маленько был занят. Распаковки не делал. Но сделаю на днях. Увидите, будут хорошие распаковочки. 25. Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемую племянницу. Но всему есть предел, да? 18. Да имей же совесть. Ты же, ты же все-таки не козу. Получаешь. А жену. И какую? Студентка, комсомолка. Спортсменка. Красавица. И за все это я прошу 25 парад. Матушка, блядь, это моя страна. Это моя душа. Это моя, блядь, кровушка, блядь. Я тут вырос. Нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...